Перед тем, как перейти к главной теме сегодняшнего эфира, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто оказывает посильную помощь антитопору в виде донатов. Благодаря именно вам я выхожу в эфир. И выходил, и еще буду выходить. Это ваша посильная помощь через Сбербанк, кто-то оформил через Бусти подписку, кто-то через Патреон, особенно те, что проживают в Европе, США и Канаде. Это очень важно, так как YouTube в России не имеет рекламы, скорость тоже занижена, из-за чего и просмотры, конечно же, тоже упали. Так что теперь только контент этот зависит не только от меня, но и от каждого из вас. От меня он тоже зависит, потому что помимо этой работы, которую я делаю каждую неделю, да, я еще и книгу пишу. Вы ее можете приобрести и как бы весь доход с этих книг тоже уходит на мои поездки, которые я вам рассказываю из различных интересных историй армянских диаспор мира, армянских судеб и так далее, и так далее. Все это вы видите и в наших шорцах, и в эфире тоже антитопора. Ну, в общем, все это наглядно я вам демонстрирую. Все, куда это все, все эти деньги уходят. Так что все вот эти люди в списке, они, конечно же, сопричастны к этому контенту, они оказывают помощь, вот в данном случае, к этому эфиру. Да, и еще не забывайте ставить лайки. Это тоже нужно, это не для меня. Вот так вот работают алгоритмы Ютуба. То есть, то, что вы поставите лайк или дизлайк, это нисколько, никак не умерет. Это мои именно аппетиты. Так вот работают алгоритмы, ничего с этим не поделаешь. Тем более, тут точно вас по карману никто не ударит, если вы поставите лайк. Что ж, выпуск сегодня будет коротким, но емким. Коротким он будет потому, что, к сожалению, у меня в эти дни очень много работы, очень много поездок. И по теме нашей тоже, и отдельно у меня есть, конечно же, работа. По моей работе очень много поездок. А пятница на носу, поэтому вот пришлось сделать такой коротенький выпуск. Я его не собирался, кстати говоря, делать из-за большой этой занятости. Но вот с другой стороны, просто вот эта вот эйфория, которая была весь сентябрь прошедшей у братьев наших меньших, не оставила мне выбора. Они же до сих пор в себя прийти не могут от 2020 года, а главное, от этнических чисток армян в Арцахе. Я так понимаю, каков президент, таков и его электорат. В принципе, всегда так и бывает во всех странах, и только в Азербайджане. Поэтому у Азербайджана, и я в этом твердо убежден, нет никаких политических иммигрантов или оппозиции. Я не знаю и не видел ни одного президента серьезного государства, который бы, ну скажем, топтал флаг поверженного врага. Не знаю ни одного президента, который бы пританцовывал, говоря о победе. Вот теперь знаю, это Ильхам Алиев. И это понятно, обалдеть. Ведь, ну представьте, армян в бою в одиночку, но это очень сложно. И в Баку об этом знаю. К тому же, карабахскую шкуру с Алиевым делят и Турция, и Израиль, и Беларусь, и российский ряд экспертов, которые журят Азербайджан пальцем, напоминая им, кому они обязаны. Причем, если вы заметили, журят каждый. И какой вой подняли, забрасывали меня сообщениями на годовщину этнических чисток эти самые кибероскяры вот недавно. И в грудь себя бьют, что, видите ли, за 44 дня взяли Карабах, забывая, что первое, за 44 дня только 30% территории взяли. И второе, с помощью других стран. И, наконец, третье, главное, имея численное и техническое превосходство по официальным азербайджанским данным, вы потеряли около трех тысяч своих военнослужащих. Три тысячи, это официальные азербайджанские источники, и, естественно, как это бывает, преуменьшено. Это то, что вы говорите, за 44 дня взяли, столько у вас убитых от маленького арцаха, маленького народа, у которого там, я не знаю, из техники, ну вы сами видели, что. Или вы забыли про этих людей, коих шахидами называете. Или это не ваши люди, весь этот вот огромный список, который сейчас перед вами на протяжении всего моего отрезка видео можно показывать. Все они были убиты, прежде чем вы овладели за 44 дня 30% территории арцаха, можно сказать, рогатками в руках. Стыдно должно быть, а не гордиться за такое. Впрочем, о каком стыде я говорю, если вы умудрились раскинуть в Баку парк трофеев, чего, кстати, армяне не делали в первую Карабахскую после своей победы. Потому что у армян такая глубокая история, армяне знали очень много побед, очень много поражений, потому особо так они не праздновали, там парки трофеев, какие-то победоносные восклицания и прочее. Этого не было. Но это еще ладно, подбитая техника, то, что у вас там в парке трофеев. Но когда вы мордой стали лепить вот эти вот из воска якобы уродливых армян, то, по всей видимости, в качестве натурщика не нашли такого армянина уродливого. Решили заменить его своим военнослужащим. И, кстати говоря, шахидом, как я понимаю. И, по-моему, очень даже получилось, даже оригинально, как скажете, а? Похож ведь? А учитывая, что манекены были изготовлены в Турции по заказу Азербайджана, как мне кажется, турки даже поиздевались над вами. Или над заказчиком. Лучше бы к китайцам обратились. Впрочем, ничего удивительного, ведь от заполучения арцаха и этнических чистков мозгов-то не прибавится. Теперь они взялись показывать граду и миру свой башковитый народ и взялся это делать башковитый блогер, который ищет своих соотечественников хоть с какими-то регалиями и гордо их выставляет. Как вот на этом кадре, где один полупрофессор показывает другого профессора. И не просто профессора, а южнокорейского профессора проблем кожи. Вы когда-нибудь слышали о профессорах проблем кожи? Теперь услышите благодаря азербайджанским профессорам проблем ума.